Здравствуйте, дорогие садоводы-любители! Сегодня 15 сентября 2020 года. Хотела показать урожай винограда. Это виноград красотка. Это виноград плевен. То есть виноград у меня в этом году поразился мочнистой росой. Иодиум, мильдиум, не знаю, как правильно их называть. Вот виноград плевен оказался более стойким к этому заболеванию. Были поражения, конечно, но не столь важны. То есть листочки вот есть пораженные мочнистой росой. То есть когда я ее обнаружила, было уже поздно обрабатывать фунгицидами, потому что ягоды уже зазревали. Грозди винограда, то есть уже были. Поэтому я обрабатывала только два раза содой. Но вот на плевене она остановилась. То есть ягоды не так сильно поразились. Хотя вот стебли есть, побеги. То есть сейчас уже нужно виноград готовить к зиме, поэтому ягоды сняла. Но виноград уже плевен практически поспел. Приторно-сладкий он у нас, конечно, не бывает в нашей полосе. Не успевает просто сахар набирать. Но такой средний сладкий вкус. Лисовые винограды это хорошо. А вот виноград красотка практически не вызрел. То есть вот эти грузи я еще более-менее здоровые оставила. Нормальные на вкус пойдут. Но то, что потеря урожая большая, это, конечно, расстроило. То есть вот это ведро у меня полностью гнилых ягод нехороших. То есть что происходит при мучнистой росе? Вот они. Ягоды сморщиваются. Еду даже показать. Вот становятся вот такими. Дряблыми, вялыми. То есть как изюм. Вот они наглядно даже. То есть ягоды сморщиваются и начинают осыпаться. И чтобы болезнь дальше не стала прогрессировать, мне пришлось все это убрать. То есть на еду это уже не идет. Урожай, можно сказать, на 90% потерянный. Жалко, конечно, но... Это все моя невнимательность. То есть если мучнистая роса у вас появилась в саду, то будьте начеку уже каждый год. Это несмотря на то, что регулярные обработки я проводила. Вроде казалось бы, хорошими средствами. В чем моя ошибка заключалась, во-первых, то, что я не вовремя обрезала все эти пасынки. Получилась у меня загущенность куста. Никакого проветривания. Вот так у меня все случилось. То есть у меня вот еще шаполера есть. С другой стороны. То есть там вот более-менее солнце попадает и проветривание. То есть мучнистая роса сюда не дошла. Виноград этот мы уже съели. Собрали. То есть он более раннего срока созревания. Вот с красоткой у меня произошло в этом году вот такое несчастье. То есть листья вот видно уже пораженные. Как бы налета белой мучнистой росы нет. Но видно, что виноград нездоров. И поэтому сейчас надо будет химикатами обрабатывать, чтобы лоза ушла в зиму хотя бы более-менее здоровой. Иначе виноград не перезимует. Во-вторых, я очень много оставила гроздей. То есть перегружать куст ни в коем случае нельзя. Куст от этого ослабевает. То есть полноценного урожая не дождешься. То есть лучше меньше, но качественней. Так что сажайте виноград с южной стороны, чтобы было полное проветривание. Разгружайте кусты, не жадничайте. И вовремя обрезайте пасынки. То есть чтобы все это проветривалось. Красотка я всегда считала, какой год она у меня, лет пять, наверное, уже растет. В том году я показывала, какой у меня урожай был. Ягоды очень вкусные. Косточки почти не ощущаются. Ягода сочная, сладкая. Средней сахаристой, конечно. Вот в этом году она мне подвела первый раз, можно сказать, такое происшествие. Ну это все мы обрежем уже поближе, когда уже все эту листу скинет. Ведь сейчас надо будет обрабатывать фунгицидами. Жалко, конечно, все труды на смарку. На следующий год будем умнее. На плевени тоже. То есть вот такие листочки, если появляются, то есть это уже что-то неладное. Сразу обращайте внимание и начинайте обработку. И вот то, что произошло с виноградом, виновата только я. Во-первых, я ее не досмотрела, не проредила. Можно сказать, может, даже я ее не подкормила вовремя. Как-то было не до этого. Все на самотек пустила. Вот результат. Жалко, конечно, все труды на смарку. Ладно, будем довольствоваться, что есть. То есть можно даже выбирать. Сейчас, мне кажется, есть такие сорта уже производят, которые устойчивые к этому заболеванию. Вот раньше как-то внимания не обращала. Просто покупала и сажала. Теперь будем бороться с этой заразой. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова